Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на канале Мейстер Мейстер поговорим вот о таком ноже, который называется Cold Steel Engage. Cold Steel Engage это чуть ли не самый, наверное, ожидаемый нож от компании в 2022 году. И, в принципе, когда он, конечно, до нас доехал, мы прямо-таки бросились изучать вот этот нож с какими-то такими мыслями, что надо посмотреть, что это такое, снять обзор и, может быть, даже сразу же в тесты пустить, потому что, конечно же, компания довольно-таки агрессивно продвигала вот этот вот замок Atlas Lock, который использован на этом ноже, как такую будущую перспективную замену замку Triad Lock от компании Cold Steel, которая уже очень многие годы имеет реноме самого прочного ножевого замка и, наверное, имеет достаточно большую популярность среди фанатов продукции Cold Steel, которые любят ножи такие попрочнее. Вот там вот все вот эти шутки про, так сказать, мои фиксы, которые складываются и все вот это вот, это все связано именно с компанией Cold Steel. И, конечно, всем-всем любителям ножей было крайне интересно посмотреть, что же они такое вот сейчас заявляют, как удобную замену этому замку. Ну, знаете, хочется сразу вот так вот и сказать. Вот разговоров-то было об этом ноже, когда его анонсировали. Разговаривали, разговаривали во всех новостных источниках, показывали прототипы. В общем, на Западе что творилось? Вот прямо вот теперь вы узнаете, каков будет новый Cold Steel. Вот на самом деле это все гораздо круче и в премиальный сегмент запрыгнет и так далее. А знаете, на выходе я вам так скажу, вот Cold Steel Cold Steel еще и, ну, замок такой, ну, скажем так, весьма и весьма спорный. Ну, о замке мы, конечно, дальше чуть больше поговорим. Но вот, честно говоря, наши мысли о том, что как только нож появится на российском рынке, мы его в тесты пустим, сразу же, по сути дела, и уткнулись в то, какие есть отзывы. Ну, там, где уже эти тесты делали. Ну, и кроме того, в то, как нож вообще, в принципе, исполнен. То есть, знаете, ну, так как, к сожалению, начинаешь думать, что это вот действительно разговор о том, что раньше как-то трава-то была слегка позеленее у компании Cold Steel в том числе. Ну, давайте так быстренько пробежимся по конструкции, потому что, на самом деле, вот этот нож от большинства Cold Steel-ских ножей отличается, ну, на самом деле, вот так вот, если по-крупному, мало чем. Да, здесь на рукояти применены накладки из стеклотекстолита G10. Это не то, чтобы часто, но достаточно регулярно бывало на иных ножах Cold Steel, которые находятся в этой ценовой категории. Стеклотекстолит обработан, ну, да, в общем, как бы для Cold Steel, я бы сказал, что обработан добротно. Оскар, краев особенных нет, фаски достаточно значительные, это, в общем-то, сделано прямо, так и скажем, неплохо. Кроме того, и спейсер сделан из того же самого материала, что, конечно, невозможно не приветствовать. Лайнеры у ножа стальные, ну, и, скажем так, чуть-чуточку скелетизированные, ну, совсем слабо облегченные. То есть, в принципе, здесь, опять-таки, как это обычно у Cold Steel бывает, массой никто не заморачивался. Наверное, как бы, прежняя традиция, оставшаяся от Лина Томсона, брать в штат дизайнеров исключительно от двух метров ростом, она, видимо, никуда не делась, то есть, там на подобную массу этого ножа никто особенного внимания не обращает. То есть, в этом плане сделано все просто. Внушительные темлячные отверстия и клипса. Клипса, хотя и на первый взгляд кажется точно такой же, как и раньше на всех Cold Steel ножах была, но вот она как раз немножко отличается. У ножа стальная клипса, которая переставляется на другую сторону, там есть дополнительный комплект винтов, как видите, стоит она вот так прямо на накладку специального паза под клипсу, здесь в данном случае нет, но на самом деле она несколько не так работает, как это было принято на большинстве ножей американского производителя, потому что, посмотрите, вот и все. То есть, я бы так сказал, что, ну, да, клипса работает гораздо лучше, чем на ножах Cold Steel бывает, правда? Мне лично кажется, что, возможно, это не благодаря самой клипсе, а благодаря тому, что все-таки здесь довольно гладкий стеклотекстолит на рукояти, и при этом, ну, вот если бы еще вот этой бы линии не было, все бы вообще идеально работало, потому что, ну, просто некуда ткани заскакивать, прижимаемые довольно жесткой клипс, потому что клипс это, ну, вот знаете, так вот в перчатке отогнуть не смогу, 100%. Как принято у Cold Steel на ножах побогаче, клинок сделан из стали S35VN, вот такой вот весь сатинированный, снаружи шлифованный, ну, в принципе, ножи из Тайваня сейчас многие так делают, наверное, как бы важно отметить, что здесь сатинированное сделано такое двухтоновое, то есть, вот можно видеть, что на спусках сатин поперечный, на голомене на остальной продольный, в общем, как бы здесь вот такое вот фальшлезвие, в принципе, да, форма клинка выглядит достаточно интересной, очень развитый чоэл, комфортный под любую европейскую руку, такой достаточно большой, есть выемка под большой палец на обухе этого клинка, и все бы в ней было хорошо, но вот тут опять начинаются традиционные вещи для Cold Steel'овской продукции, традиционность здесь заключается в чем? Здесь все, что касается обуха, сделано просто ужасающе с острыми гранями, то есть, ну, я вообще не понимаю, как, но вы посмотрите, то есть, у меня вот эта вот грань, она у меня перчатку корябает, понимаете, то есть, как бы до такой степени, как бы это все здесь, ну, вот, понимаете, я уже не знаю, сколько нужно, чтобы все обзорщики говорили о том, что, ребят, в Cold Steel, ну, как бы вы правда не можете за такие-то деньги, которые стоит этот нож, сделать вот, ну, такую минимальную элементарную операцию, чтобы хоть немножечко ободрать ему фаски, потому что, ну, реально, это просто вот, ну, просто какое-то безобразие, понимаете, за такую цену делать такие штуки. Ну, ладно, это тут я отвлекся. Опять-таки, вот такие вот Cold Steel-овские шпеньки, они здесь одинакового размера с двух сторон, по крайней мере, насколько я могу судить, я разницу не вижу, ну, и производитель тоже вроде ничего подобного не заявляет. Они, в общем-то, по сути дела, и отвечают за открывание этого ножа, и вот здесь-то нужно переходить, наверное, к самой интересной его части, к его открыванию, к его замку. В некоторых западных обзорах услышал о том, что нож, ну, как бы так, несколько, как они там выражаются, такой, больше похож на фиджет, чем традиционные ножи Cold Steel. Ну, да, если сравнивать, конечно, с традиционными ножами Cold Steel, то немного позадуряясь, можно вот научиться даже что-нибудь вот такое делать, и у вас будет эффект, ну, не как от бенчмейда, но, как бы, тем не менее, какой-то подобный эффект будет. Но, честно говоря, вот эту вот фиджетапительность, ну, по сути дела, на нет сводит, во-первых, масса этого ножа, во-вторых, то, как у него сделаны, ну, скажем так, некоторые элементы конструкции клинка, которые сделаны такими же острыми, как будто брежущую кромку хотели сделать. Ну, собственно говоря, ножам Cold Steel это всегда было свойственно, и тут оно никуда не делось, а стоило бы убрать. Так, ну, давайте с простого, да? Ох ты! Ну, то есть, понимаете, я надеюсь, что вам понятно. То есть, я сейчас даже минимально не пытаюсь рукой дорабатывать, на самом деле, да? А так почему? Да потому что здесь нет шариковых подшипников. То есть, здесь сделан такой внутри сэндвич из двух шайб. Насколько я понимаю, одна из них сделана из бронзы, вторая сделана из пластика. Ну, и, в общем, это как бы имеет такой совершенно характерный ход. То есть, да, если вы хотите, чтобы нож уверенно открывался, нужно сделать что-то вот такое. Открываться будет уверенно, клинок тяжелый, он довольно-таки толстый, обух имеет. То есть, в этом отношении не то, чтобы что-то не работает, но, в общем, открывание за шпеньки, скажем так, оно такое, не такое, как мы все сейчас привыкли. Второй момент, ну, да, можно открывать вот таким вот способом. То есть, давайте управляющий элемент замка немножко поподробнее посмотрим. Тут это вот такая штука. Опять-таки, как у Cool Steel принято все капец какое острое, вся эта насечка, то есть и края, в общем, тоже. Ничего приятного трогать голыми руками нет. Показывать буду поэтому в перчатках. Ну, да, вот так это работает. Дело в том, что, учитывая уже известную широко конструкцию этого замка, там, по сути дела, такая как бы вилка, которая вот здесь, по сути дела, запирает клинок, то когда вы отодвигаете его с помощью пружины, то, по сути дела, происходит вот такое полное высвобождение клинка, его вот так вот можно открывать. Потом отпускаете, он закроется. Ну, да, в принципе, наверное, можно сказать, что в плане открывания можно к этому вопросу подходить именно вот так. Так, приятно, что в этом замке это еще и то, как он закрывается, потому что вот, ставишь палец вот так под пальцевую выемку, просто высвобождаешь клинок, и здесь понимаешь, что чойл имеет не исключительно функциональное значение в смысле какой-то работы, а им вот действительно очень удобно, как бы при закрывании, это совершенно свободно падающий тяжелый клинок попадает вам на палец именно чойлом, то есть с этим никаких проблем у вас нет и быть не может. То есть, в принципе, немножко привыкаете, и да, этим можно пользоваться и вот так. Это гораздо удобнее, чем на триадлоке, который непонятно, то ли будет закрываться, то ли не будет, а если резко тряхнешь, может прилететь тебе не совсем к тем местам клинка, которым ты ожидал. Ну и вот опять-таки, да, вот эта вот штука. Ну, в принципе, в общем-то, вполне себе можно использовать, ну, можно сказать, почти как бенчмейдовский аксис-лок. С замком, честно говоря, ну не знаю, вся вот эта вот эпопея, я вот здесь сейчас постараюсь для вот этой перебивки найти на сайте Cold Steel небольшой такой мультик о том, как этот замок работает. Вроде бы, когда смотришь на вот этот вот мультипликационный фильм, кажется, что все, в общем-то, с замком вполне себе. Должен быть такой интересный, нормально работающий, ну и главное, такое количество упирающихся там в разные штифты зацепов говорило о том, что, ну, вроде бы как, люди пытаются повторить надежность замка триадлок, но сделав его гораздо более таким удобным в эксплуатации. Получилось ли удобство в эксплуатации? Ну, наверное, да. С точки зрения открыть-закрыть, конечно, вообще, в принципе, это нож, который гораздо более приятен, чем ножи с классическим Cold Steelовским триадлоком. Но вот учитывая все то, что говорят про то, как этот нож ведет себя в эксплуатации с подобным замком, как ведут себя очень похожие вот эти вот ножи Эндрю Дэмко, у которых есть подобные замки. Ну, в общем, честно говоря, какое-то разочарование следует. То есть, откровенно признаться, учитывая еще и цену вот этого ножа, ну, в тесты его пускать при вот таких вот вводных, ну, по сути дела, уже и смысла какого-то особенного мы для себя не нашли. Очень многие и наши, и не наши обзорщики рассказывают о том, что у этого замка есть одна очень неприятная особенность в работе, которая, ну, скажем так, приводит к тому, что нож в работе может сложиться. Она заключается в том, что когда вы вот так вот беретесь, ну, в такой традиционный молоточный хват за эту довольно большую рукоять, то волей-неволей у вас во время работы рука будет как бы так или иначе немножко ездить по управляющему элементу замка, и это может привести к тому, что вы его непроизвольно сдвинете. Очень многие западные обзорщики говорят, что при какой-то, ну, даже не очень большой эксплуатации этого ножа, у него несколько расслабляется пружина, которая вот толкает, собственно, всю эту раму вперед. И, в общем, как бы это действие становится очень и очень уж легким. Ну, я вот так вот вам на новом ноже хочу показать, насколько надо сдвинуть минимально этот вот элемент конструкции, управляющий в данном случае для того, чтобы нож складывался. То есть, смотрите, вот я буду двигать, и как бы вот еще нет. Вот так. Это минимум. Вот нож уже начинает складываться. То есть, вот, понимаете, то есть, на самом деле я бы сказал так, что вот насколько это видно мне, тут добрых 5 миллиметров, а может быть даже и 7 для того, чтобы нож действительно начал складываться. То есть, на самом деле, я так понимаю, что на новых ножах этой проблемы нет. И, видимо, по этой причине как бы все и смогло проехать, ну, так называемый технический контроль этой конструкции у компании Cold Steel. Потому что, на самом деле, развивается вот эта штука именно в тот момент, когда начинают притираться друг с другом элементы вот этой вот вилки, которая там есть в замке, и, собственно, элементы клинка. И вот в этот момент действительно начинается, ну, своего рода катастрофа, если хотите. Потому что, когда начинается вот это, ну, в общем, есть отдельные жалобы, что вообще у замка просто такое свойство конструкции, что через некоторое время на даже не работающем ноже появляется такой прям определенный люфт. И это, конечно, ну, прямо скажем, вообще не очень-то допустимо в ножевой среде, а уж среди ножей Cold Steel, ну, в общем, целая беда. Ну, и вот такой момент немножко о работе. Здесь хочется заметить такой тоже интересный нюанс, что это нож, что действительно большой, по большому счету, а вот полезной длины клинка, полезной длины режущей кромки, у него, на самом деле, немножко меньше 8 сантиметров. То есть это, в принципе, ну, тоже несколько неоправданно. Но давайте хотя бы на паракорде глянем, как это режет. У Cold Steel, как правильно, на ножах побогаче. Ну, в общем, в принципе, было-то более или менее. Как оно тут? То есть и спуски высокие, и вообще, ну, вот... Ну, знаете, я бы сказал, что здесь хотя бы режущая способность у ножа удовлетворительная. Уж не знаю, как он там будет в тяжелых работах, но, по крайней мере, по паракорду создается такое впечатление, что, в принципе, резать будет более или менее достойно. Это, на самом деле, большой плюс при тех некоторых таких, ну, скажем так, неоднозначных свойств конструкции этого ножа, которые мы уже обозначили. Ну, в конце, наверное, этого разговора нужно все-таки сказать, для кого нож. И я лично считаю, что в первую очередь это нож для фанатов компании Cold Steel вообще, и их продукции в частности. Потому что, в принципе, надо сказать, Atlas Lock это действительно новый, по сути дела, принципиально новый ножевой замок на рынке. То есть, в принципе, как я понимаю, его зачинателем, по сути дела, был все тот же Android M, который разрабатывает вот подобные штуки. Сейчас там заявлен какой-то новый инженер, который, ну, скажем так, несколько адаптировал этот замок для современного производства Cold Steel, и, видимо, будет продолжать их разрабатывать. То есть, хочется надеяться, что Cold Steel вот эти вот нюансы с замком найдет какие-то способы исправить. А надо сказать, что, конечно, среди очень многих производителей вы не найдете каких-нибудь еще других, которые, ну, вот прям-таки разрабатывают действительно принципиально новые замки, каким Atlas Lock является. И, по большому счету, существует достаточно большое количество фанатов Cold Steel'овской продукции, которые, несмотря на вот такие неоднозначные отзывы, решатся попробовать это дело на себе. Кроме того, конечно, тут есть такой нюанс. Далеко не все пользователи Cold Steel'овских ножей делают ими все вот это вот, для чего Триадлог, собственно, предназначен. И вполне вероятно, что, имея на клинке этого ножа надпись Cold Steel'а, они вполне себе могут удовлетвориться тем, что здесь будет, ну, как минимум, просто более такой удобный в плане открытия и раскрытия и, по-своему, немножко более интересный замок, чем Триадлог. Ну, тем более, Триадлог сколько уже лет существует, а тут замок новый. Поэтому можно попробовать, наверное, пока получился нож только для вот этой небольшой прослойки людей, которые очень любят продукцию именитого американского бренда. С вами на канале Мессер Мессер был Залеваха. Надеюсь, что вам это было интересно. Большое спасибо за просмотр. Пока.